Не готовьте с ним, это полная фигня. Рок-н-ролл меня окончательно совратил. Чон-ын хангук побыль чуа-лё. В Корее бодипозитив это просто пустой звук. Нам подали сырую говяжью печень с каким-то соусом. Под соджу было очень вкусно. Всем привет, друзья, с вами Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. И сегодня долгожданное видео, а именно ответы на ваши вопросы. Я вам уже давно обещаю эту рубрику, еще, наверное, со времен, когда на канале случилось 100 тысяч подписчиков, и вот я наконец-то до нее добрался. Я сразу скажу, что вопросы брал из комментариев под специальным постом во вкладке «Сообщество». И я отвечу сегодня не на все, потому что некоторые повторяются, а на некоторые я уже многократно отвечал в своих видео. Но вопросов все равно получилось много. Поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Итак, первый вопрос задает Михаил Нестеров. Что делать, если проблемы с желудком, но очень любишь корейскую еду? Дружище, я могу лишь тебе посоветовать обратиться к врачу и начать лечение. Если у тебя серьезные проблемы, то знай, что не вся корейская еда острая. Например, существует неострое кимчи. Или есть другие блюда, которые не предполагают добавление большого количества перца. Поэтому, если вопрос заключался в том, что тебе врач уже запретил есть острое, то знай, это не приговор. А рецепт неострого кимчи обязательно будет на канале. Итак, следующий вопрос от Ксении Сильвер. Добрый день, Денис. Что вас по-настоящему вдохновляет вести ваш канал настолько сочно и вкусно? Потому что каждая секунда любого видео шедевр. Ой, ну спасибо большое за такую высокую оценку качества моих роликов. Вдохновляет? Ну, если честно, даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Мне просто нравится снимать и нравится готовить. И вот эти вот две вещи я объединил. И, собственно, получился вот такой вот видеоблог. Я блог-то завел, знаете, в 2020 году из-за того, что купил камеру. И мне надо было выплеснуть свою накопившуюся творческую энергию. Потому что это случилось в 2020 году. А если вы помните, в то время была пандемия. Нас всех закрыли на карантин. Я сидел без концертов и, собственно, вот так вот развлекался. Мне вообще нравится создавать красивую картинку. И именно по этой причине я сейчас решил себе купить новую камеру. В три раза дороже моей нынешней. Потому что хочу еще более улучшить качество своих роликов. Поэтому, если вдруг кто-то из вас хочет помочь мне обновиться, то ссылочка на донат есть в описании под роликом. Ну и также у меня есть страничка на сервисе Boosty. Можете стать спонсором. Буду вам премного благодарен. Так, следующий вопрос задает кошка на Ави. Точнее, несколько вопросов. Откуда лучше заказывать корейские продукты, если в магазинах города нет корейских товаров от слова совсем? И второй вопрос. Для чего сдавал экзамен по корейскому? Не думаешь ли укатить из России в Сеул? Ну, давайте по порядку. На первый вопрос. Откуда лучше заказывать корейские продукты, если в магазинах города нет корейских товаров? Слушайте, сейчас такое время, что мне кажется, абсолютно все есть на таких маркетплейсах, как Озон или Валберес. Ну, вот, например, я вот живу на Дальнем Востоке. У меня здесь особого недостатка в азиатских товаров практически нет. Но если чего-то нет, я иду на Озон и заказываю там. И вот все, что мне нужно было, я всегда там находил. И, кстати говоря, это очень удобно, потому что у меня, например, пункт выдачи находится через дорогу от дома. Вот. Да и вообще, я постоянно видео говорю, что если чего-то нужно там купить, какую-нибудь пасту, либо там какой-нибудь ингредиент, то на Озоне он есть. Так, второй вопрос. Для чего сдал экзамен по корейскому? Не думаешь ли укатить из России в Сеул? Я очень хочу укатить в Сеул, но не на ПМЖ, потому что у меня здесь все-таки семья, музыкальная группа, карьера, дом, друзья. В общем, многое меня здесь держит. Но в Сеуле мне нравится. Я бы туда с удовольствием съездил просто потусить там на недельку, на две. Поснимать для вас видосики, кстати. Там очень много всего интересного. Я думаю, вам было бы очень интересно. А экзамен я сдал, потому что решил, что пора уже наконец-то доучить корейский язык. Я много раз начинал, все время не доводил это дело до конца, потому что у меня были гастроли, и не получалось нормально посещать занятия. Поэтому я вот решил, что настало время все-таки доучить. И поэтому вот сдавал экзамен. Сдал, кстати, успешно. Следующий вопрос задает Эллин Ваннебол. Ваннебол. Наверное, правильно, Ваннебол. Здравствуйте, Денис. Какие блюда не из корейской кухни вы любите? И слушаете ли вы корейскую музыку? Если да, то есть ли у вас любимая группа или айдол? У меня тут, если слышите шум, носится чеснок, поэтому не обращайте внимания. У нее тут настало время тык-дык делать. Так, ну, давайте по порядку. Мои любимые блюда из некорейской кухни это, наверное, стейки, средние прожарки. Мне нравится плов, манты. Мне нравится борщ. Мне нравится сборная соляна. В общем, много всего нравится, на самом деле. Вот. И, кстати говоря, все это я умею готовить. В принципе, не хуже, наверное, чем корейскую кухню. А что касается корейской музыки, естественно, я слушаю достаточно много. Моя любимая группа, это группа Blackpink. Потом мне очень нравится Psy, конечно же. И недавно для себя я открыл группу Stray Kids. Вот. Ну, в целом я, конечно, больше по рок-музыке. Поэтому... Корейскую тоже слушаю, мне она нравится. Мне нравится и кей-поп, и тут кей-поп песни. Особенно мне нравятся их клипы. Они очень красочные, яркие, качественные. В общем, интересно. Я думаю, не просто так они популярны, в том числе и на Западе. Следующий вопрос от Снежаны Гайдзин. Здравствуйте, Денис. У меня такой вопрос. Почему корейцы столько едят и не поправляются? Всегда поражалось тому, сколько едят корейцы и мукбангеры в целом с Кореи за один присест. Может быть, вы знаете секрет. Но вообще это миф. Конечно же, в Корее полно полных людей. Их наверняка меньше, чем в той же Европе, либо России. И если это так, на это есть две причины. Первое заключается в том, что корейцы придерживаются в своем рационе правила разноцветного стола. Что подразумевает собой потребление большого количества овощей и белка. Углеводов не так много. И в основном это рис. А как вы знаете, рис не содержит глютен. Ну и плюс ко всему, мы его едим в прикуску. То есть он не является основным блюдом на столе. И не является основой блюда в целом. Всех блюд. Вот. Еще мы постоянно едим кимчи и острую пищу. И это способствует поддержанию высокого уровня обмена веществ. Ну и жиросжиганию. А вторая причина заключается в том, что в корейском обществе существует очень сильное порицание людей с избыточным весом. То есть, чтобы вы понимали, в Корее очень сильно обращают внимание на внешний вид. И именно поэтому там все пытаются выглядеть, стараются выглядеть хорошо. И, кстати говоря, из-за этого часто можно услышать, что корейцы очень стильные. Если у вас избыточный вес, вы живете в Корее, вам будет сложнее устроиться на хорошую работу, получать большую зарплату, продвигаться по карьерной лестнице и так далее. Как бы это грустно не звучало, но в Корее бодипозитив это просто пустой звук. Вот. Поэтому едят они, конечно же, много. Но если они почувствуют, что начали накапливать жирок, поверьте, они сядут на очень строгую диету и вообще себя жалеть не будут. Так, следующий вопрос задает Snowhermit. Почему видео нет музыки от вашей команды? Ну, потому что музыка моей группы защитена авторским правом. Если я начну вставлять их в свои ролики, мне моментально прилетит страйк и бан от ютуба. Не хотелось бы этого. Можно, конечно, заморочиться и доказать, что я являюсь автором этих композиций, но это очень сложно и есть большой риск, что в дальнейшем может случиться что-нибудь не так и так или иначе мой канал там заблокирует. Поэтому мне проще пользоваться сервисом Epidemic Sound и вся музыка в моих видео оттуда. Юлия Воскресенская задает следующие вопросы. Денис, сколько вам лет? Какие девушки вам нравятся? Как и когда ты пришел в тяжелую музыку? Чисто женский набор вопросиков. Так, ну, мне 33 года. По девушкам у меня нет каких-то особых предпочтений. То есть, я имею в виду брюнетки либо блондинки. Это для меня все не важно. Важно, чтобы она была хорошо воспитана, чем-то увлекалась, ну и просто была хорошим человеком. Вот, а в тяжелую музыку пришел я еще в школе. Я вообще учился в музыкальной школе и по образованию я пианист. Но помню, когда был подростком, мне очень начал нравиться звук электрогитары. Собственно, из-за этого все потом и завертелось. Ну, уже в студенческие годы я начал играть в разных группах и, собственно, начал строить свою музыкальную карьеру. И строю ее и по сей день. Александр Китаев. Денис, а не хочется ли тебе снять видео о каких-то азах кулинарии? Какое мясо, как готовить? Тонкости готовки этого мяса, чтобы не было сухое, а сочное? Какие ингредиенты, чем заменять? Ну и видео из разряда «Играем слова». Вот название блюд корейской кухни. Я лично слышу, как отдельные слова. Если их объяснять в видео, типа вот «рис» — это «пап». Значит, блюдо, в котором вы слышите это слово, будет иметь в своей основе рис и так далее. Выпустив такой ролик с описанием снизу в текстовой форме, вы поможете зрителям лучше сориентироваться в корейской кухне. Я думал об этом, на самом деле, но не уверен, что эта рубрика приживется на канале. Я имею в виду про азы кулинарии. Вообще, на самом деле, я подумывал о том, чтобы записать кулинарный курс в корейской кухне, где я бы там разбирал бы наборы необходимых продуктов, специй, приправ. Научил бы там пользоваться теми же, не знаю, стальными сковородками, потому что мне часто в комментариях пишут, типа «вот, только азиаты умеют этими сковородками пользоваться». Что на самом деле неправда. Вот, поэтому, если вам это интересно, напишите в комментариях, чтобы я понимал, есть ли на это спрос или нет. Может быть, мне не стоит заморачиваться. Что касается «игра в слова», слушай, ну это неплохая идея. Вот, но в корейском языке слово, например, «пап», вот ты привел пример с рисом, да, «пап» — это не только рис, очень часто его употребляют в контексте именно всей еды. Ну, то есть «пап» — это еда. То есть, допустим, в каком-нибудь предложении, типа «чонын хангук пабыль чуа вео», точнее, словосочетание «хангук паб» — это корейская еда. Я сказал именно «мне нравится корейская еда», или там «я люблю корейскую еду». Вот, поэтому, как бы, и таких, на самом деле, примеров масса. И я не совсем вижу, как это реализовать в формате видео именно на канале с кулинарными рецептами. Вот, но я думал об этом, чтобы... Я думал о том, чтобы сделать это рубрикой в своем телеграм-канале. Именно выкладывать туда какие-то, не знаю, выражения корейские, типа разговорника. Вот, и может быть, там это зайдет. Но я еще до этого не дошел. Как дойду, думаю, вы увидите. Кстати говоря, подписывайтесь на телеграм-канал. Нас там уже очень много, и там очень уютно и весело. Александр Гельманов. Здравствуйте, Денис. Какое самое необычное блюдо корейской кухни вы пробовали, и чем оно вам запомнилось? Ну, когда я был первый раз в Корее, мы с друзьями пошли в какое-то кафе и ели там жареную говядину. И, как сейчас помню, нам подали сырую говяжью печень с каким-то соусом. И это было, наверное, самое необычное, что я пробовал. Но, скажу честно, под соджу с этим соусом, ну, это было очень вкусно. А чем оно мне запомнилось? Наверное, тем, что одному из моих друзей стало плохо, когда я пробовал эту закуску. Вот. Это, наверное, было самое необычное, что я ел. Ирина Рябкова. Денис, иногда на видео вижу, что в Корее заворачивают еду в лист нори. Но перед этим нори, наверное, чем-то смазывают. Или в чем-то замачивают. В рисовом уксусе, например. Ведь этот сухой лист не будешь так просто есть. Я не имею в виду роу или кимпап. Подскажите, как есть нори. Ну, вообще, в Корее заворачивают еду в листья перилы, в листья салата, в листья вот эти нори. Ну, они там называются не нори, а они называются ким. Вот. Корейцы просто не любят японские названия. И вообще все японское. Я думаю, вы знаете почему. И поэтому на все японские названия есть такие же... Ну, есть аналогичные названия в корейском языке. А, допустим, нори это там ким, то есть вместо роллов там кимпап, вместо караоке норыбан, ну и так далее. А если возвращаться к вопросу, ну, да ничем не вымачивают. Просто заворачивают и кушают. Иногда макают в соус там какой-нибудь, либо в кунжутное масло. А так, не, ни в чем не вымачивают. Так, следующий вопрос от RS. Здравствуйте, Денис. Купила кунжутное масло, открыла, а там запах горелых семечек. Как выбрать хорошее кунжутное масло? Я не совсем понимаю, что значит запах горелых семечек. Вот. Мне надо понюхать, чтобы понять. Кунжутное масло горячего отжима имеет, в принципе, достаточно сильный аромат, как раз-таки семечек. Поэтому, возможно, вам действительно попалось не очень хорошее, не очень качественное. Я лишь могу посоветовать покупать кунжутное масло от корейских производителей, таких как Атоги, Атоги, либо Биби Го. Там точно все хорошо всегда. Следующий вопрос от Олеси Рут. Добрый вечер. Подскажите, как готовить морепродукты правильно? Например, как одинопокум. На Сахалине это овощи с кальмаром. Чтобы были нежными и не резиновыми. Ну, рецепт одинопокум будет, точнее, одинопокым, правильно говорить, вот, будет со временем, так что дождитесь. А что касается морепродуктов, ну, правило обычно всегда одно. Готовятся они быстро обычно, 2-3 минуты. В некоторых случаях минут 5, если свежемороженое, либо если они большого размера, те же, например, креветки. Вот. Собственно, тут, наверное, я ничего нового вам и не рассказал. Следующий вопрос от подписчика с ником А. Доброго времени. Денис, какая у вас машина и почему? Руль правый? Тут сразу скажу, несколько вопросов, в целых 4. Второй вопрос. Твой любимый кухонный нож? Почему? Любимый город, в котором тебе комфортнее всего и почему? И четвертый вопрос. Не подумывайте ли открыть свое кафе? На данный момент у меня Хонда Инсайт 2010 года. Вроде руль, да, правый. На Дальнем Востоке почти все машины с правым рулем. А что касается, почему Хонда Инсайт, ну, она ест очень мало. То есть расход у нее прям, да, 7 литров на 100 километров. Так что, мне кажется, это очень, очень экономично. Вот. Второй вопрос. Твой любимый кухонный нож? Слушай, ну, у меня почти все ножи это азиатские топорики. Это я пришел к тому, что это максимально удобные ножи. Одним таким ножом можно сразу шинковать, резать мясо, рубить кости. В общем, многофункциональная штука. При этом можно все сразу еще разом, это как лопаткой взять. Сразу сковороду. Короче, удобно. Вообще, на самом деле, будет видео на канале про мои ножи. Там же я расскажу про ножи, которые я заказывал с Алиэкспресс. Кстати говоря, неплохие ножи оказались. В общем, дождитесь, там все подробно расскажу. Так, любимый город, в котором тебе комфортнее всего и почему? Ну, мне, естественно, нравятся такие города, как Хабаровск и Владивосток. Потому что это наши дальневосточные города. В Хабаровске я живу, мне здесь максимально комфортно и удобно. Мне, например, нравится Казань. Очень красивый город. Очень нравится Москва. Вот, если бы даже, наверное, встал вопрос, куда переехать, я бы, наверное, выбрал Москву. Четвертый вопрос. Не подумывайте открыть свое кафе. Подумываю, но пока нет. Причина это масса. Так, следующий вопрос от подписчика с ником Lord Genius. Денис, доброго времени суток. А если не считать готовку и музыку, то какие еще хобби у вас есть? Ну, собственно, YouTube-канал вот это и есть. Так скажем, мое хобби, увлечение. Учитывая, что это вообще сейчас никаких денег не приносит. Ничем другим, как хобби, я, наверное, это называть не могу. Но вообще, на самом деле, надеюсь, что ситуация выправится. Потому что на голом энтузиазме далеко не уедешь. И если придет, например, настанет время, когда мне нужно будет от чего-то отказаться. Из-за того, что будет не хватать времени. Либо сменятся приоритеты. Вот. Либо там понадобится срочно какие-то там заработать денег. То YouTube, скорее всего, будет той частью моей жизни, от которой придется отказаться. Ну, вообще, я еще люблю на лонгборде кататься. Реквестирую челлендж. Приготовить рамен, как в раменной на Комсомольской площади. Было бы круто. Сможешь? Если ты про хоторамен, это сразу поясню. Для всех остальных это заведение в Хабаровске, которое специализируется на японской кухне. А именно на раменах. Вот. Там, кстати, очень вкусно. Я там тоже регулярно кушаю. Вот. Если ты про них, то они недавно на меня вышли. И скоро мы замутим совместное видео. Так скажем, коллаборацию. Так что скоро вы ее увидите. Дождитесь. И там специалисты этого заведения расскажут, как готовить вкусный и настоящий японский рамен. Следующий вопрос от Аза Великолепный. Привет, Денис. Задаю тебе вопрос еще со времен ответов от Старкиллеров. Но тогда ты так и не дал развернутого ответа. Вопрос такой. Какие есть национальные блюда Дальнего Востока? В нашей большой стране есть много разных интересных блюд. К примеру, суп из крапивы или чпачмак. Где окрошка на кефир, а где и маринованные огурцы с корицей. Кстати, после того вопроса для Старкиллеров у тебя и появился этот канал. Так вот, расскажи про какие-нибудь интересные блюда Дальнего Востока. Ну, на самом деле, это чистое совпадение. Канал я завел достаточно спонтанно. И, кстати говоря, я очень долго думал, заводить канал или нет. Вот, я помню, снял два ролика и два месяца их не выпускал. Ну, просто думал, кому это интересно. Оказалось, что много кому интересно. Ладно, возвращаюсь к вопросу по поводу национальных блюд Дальнего Востока. Слушай, я, если честно, не специалист в этом. Ну, вот, например, Пенсе считается чисто дальневосточным стритфудом. А так я даже не знаю. Наверняка есть какие-нибудь уникальные блюда малых и коренных народов, которых у нас тут достаточно много. Но я, к сожалению, ничего о них не знаю. Я вот именно специалист по корейской кухне. Вопрос от Дмитрий АСТ. Приветствую, Денис. На какую камеру снимаешь? Что за стаб? Как выставляешь такой свет? Как называется оборудование? О, наконец-то вопрос от видеографа. Ну, или от видеомейкера, наверное, правильно сказать. Снимаю я на Sony A6400. Стабилизатора у меня нет. Я все снимаю с рук. Единственное, что у меня вот какой-то китайский штатив. Не знаю, который, кстати, разваливается. Скоро новый покупать. Цвет у меня Godox SL60. Петлички я использую радио... Не радио, точнее, Wi-Fi-петли от компании Saramonic. Saramonic Blink 500 Pro, по-моему, называется. Собственно, все. Ну, планирую вот сейчас перейти на Sony A7400. Так, следующий вопрос от пользователя Ненагнетай. Ваш родной город? Хабаровск. Следующий вопрос. В вашем городе, крае России, в общем, насколько корейская кухня популярна? И острая еда в целом? Я из Алматы. У нас советская корейская кухня была всегда популярна. Насколько себя помню, за советское время не поручусь. В последние пять лет пошла мода и спрос на южнокорейскую кухню. Много заведений, корейских магазинчиков. Да и в целом игурская и дунганская кухня тоже довольно пряные и пикантные. Сейчас переехали в Вильнюс, и здесь нет ни одного корейского ресторанчика. Хотя в некоторых местах подают кимчи. Не очень оно здесь. Есть маленькая сеть магазинчиков корейских салатов, но они под местные вкусы, и из-за этого для нас тоже пресновато и кисло, а не остро. Так, вот этот вопрос очень большой, поэтому давайте я сразу на него отвечу. Вот, потому что боюсь потерять нить повествования, запутаться и так далее. Корейская еда на Дальнем Востоке, вот где я живу, всегда была популярна. Всегда ее интересовались, потому что здесь очень много корейцев живет, и мы очень сильно интегрированы в общественную жизнь. Да вообще, на самом деле, в целом, здесь всегда был интерес к азиатской культуре, потому что рядом Япония, Китай, Корея, и людям всегда здесь были интересны языки, культура, туризм, кухня, соответственно. Как в целом в России с этим дела обстоят, я, если честно, не знаю. Но вот, например, я регулярно бываю в Москве и в Питере, стабильно два раза в год, и там все больше и больше появляется ресторанов, просто кафешек каких-то, точек, так скажем, быстрого питания, именно в тематике паназиатской кухни. Поэтому, наверное, да, наверное, очень сильно растет популярность такого. Но на Дальнем Востоке всегда это было. Откуда идея кулинарного канала? Просто из любви или есть какое-то образование, или профессиональный опыт в кулинарии? Как рецепты подбираете? Есть ли среди них семейные рецепты? Удалось знакомых и друзей посадить на корейское и острое в целом. По поводу идеи кулинарного канала я уже отвечал. Что касается, как рецепты подбираю, ну, что умею готовить, то и показываю. А умею я очень многое готовить. Конечно же, среди рецептов есть мои рецепты, есть рецепты, которым я целенаправленно учился, есть семейные рецепты. Обычно, кстати, под этими рецептами очень часто можно встретить комментарии от знатоков корейской кухни, что я там готовлю что-то неправильно. Видите ли, эти люди просто обычно ели, допустим, раз в своей жизни какой-нибудь кукси, который им продала какая-нибудь кореянка на рынке в городе Ташкенте. И вот они считают, что вот это кукси было самое правильное, и все остальное кукси, оно вообще неправильное. Но если говорить правду, то в Корее кукси вообще другое. Оно вообще ничего общего не имеет с кухней корейцев на постсоветском пространстве. Кстати говоря, я когда в 2017 году впервые побывал в Корее, для меня было шоком. Вот что я, вот я кореец, всю жизнь ел корейскую еду. А оказалось, что традиционная корейская кухня, она вообще другая. Ну вот она вообще ничего общего практически не имеет с тем, что я всю жизнь ел. Поэтому я вернулся, был всем этим шокирован и решил, что я буду это изучать. Мне это интересно. Собственно, вот так всему и научился. Так, удалось ли знакомых и друзей посадить на корейское острое овцом? Ну, у меня никогда не было такой задачи. Да и как-то так получилось, что все мои друзья и знакомые любят корейскую кухню, регулярно ее кушают. И когда я отмечаю день рождения, они очень ждут этот день. Потому что я обычно готовлю полный стол еды. И они приходят и объедаются ей. Так, следующий вопрос от Александра Клеменко. Добрый день. А есть ли какие-нибудь корейские десерты? И будете ли вы их готовить и снимать видео? Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос, что я не специалист по десертам. И поэтому не умею, собственно, как-то готовить эти кондитерские изделия. Но из-за того, что этих вопросов очень много, я чувствую, что ради вас, дорогие подписчики, я научусь. И в скором времени, наверное, ожидайте. Вопрос от Танюши. Добрый день, Денис. Интересная еще тема корейской выпечки и сладости. Какая самая распространенная выпечка в вашей культуре? Еще в фильмах встречала блины с кимчи. Было бы интересно попробовать. Ну, по поводу сладости я уже ответил в предыдущем вопросе. А по поводу блинов с кимчи уже на канале есть уже рецепт. Поэтому ссылочку, я не знаю, оставить, наверное, в описании. Ну, либо вот сейчас вылезет здесь или здесь всплывающая подсказка. По ней пройдите, посмотрите. Там же, по-моему, в этом же видео и рецепт блинов из картошки. Тоже очень вкусный. Следующий вопрос от Ольги Шаповаловой. Ого, тут целых 20 вопросов. Ну, давайте тогда я буду читать и сразу отвечать. Первый. Самый невкусный рамен. Есть, если есть такой. Ну, невкусный рамен. Но если брать именно японскую кухню, то мне не нравятся рамены на, знаете, таком легком бульоне. Я люблю, когда бульон плотный, наваристый. Те, кто любят рамен, понимают, о чем я говорю. А что касается раменов, если именно корейских, да, которые вот быстрого приготовления. Instant noodle, так называемый. Ну, мне они почти все нравятся. Мне не нравятся только вот эти вот жалкие пародии от отечественных производителей, типа Ролтона. Где вот там чупленькая лапша. Вообще отвратительный вкус. Где полно глутамата. Вместо... Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Так, второй вопрос. Любимый десерт? Чизкейк. Фрукты или сладости? Ну, фрукты. Готовил чизкейк? Нет, ни разу не готовил, но чизкейки обожаю. Пятый вопрос. Играешь в игры? В какие? Ну, вообще, я люблю играть в компьютерные игры. У меня есть Sony PlayStation 5. Это консоль такая игровая. Если вдруг кто не знал. Ну, и играю в основном эксклюзивы от Sony. Почти все эксклюзивы от Sony мне нравятся. Единственное, из неэксклюзивов я очень люблю Battlefield. Серию играл Battlefield. Потом мне нравится Red Dead Redemption 2. GTA 5. Очень мне нравится Ведьмак 3. Серия Arkham про Бэтмена. Battlefront 2 люблю играть. Это по Звездным Войнам. Вообще, на самом деле, много игр. Ну, сейчас скажу, я не так часто играю. Потому что у меня времени почти нет. Но это, так скажем, вот, кстати, был вопрос про хобби. Это вот одно из, так скажем, моих хобби. Любимый фильм? Любимый фильм? Храброе сердце. Следующий вопрос. Готовишь бургеры или шавуху? Ну, я и то, и то умею готовить. Всякие разные. Но, честно скажу, я не особо люблю готовить именно бургеры и шавуху. Я, ну, есть в городе несколько заведений, где мне нравится, как готовят бургеры и шаверму. Или шаурму, правильно сказать. И я предпочитаю просто туда съездить и купить, поесть. Так, далее. Нравится квашеная капуста? Очень. Особенно, когда добавляют ее в борщ. Сестра, кроме токпоки, что готовить? Ой, на самом деле, она очень много всего готовит. Очень много всего умеет. И ей вообще, на самом деле, можно свой кулинарный канал открыть. Вы ее, кстати, еще увидите много раз на моем канале. Так, в баню любишь ходить? Я про русскую. Я в баню очень люблю ходить. Но, честно скажу, не все бани хороши. В том плане, что они не все правильно сделаны. Короче, я раньше работал в банной сфере. Я занимался тем, что продавал банные печи. Там, поставлял камни специальные. Я знаю, как бани строятся. Я знаю, чем отличается финская от русской. Ну, короче, все эти нюансы я знаю. И из-за того, что я работал в этой сфере, у меня есть такая некая профдеформация. И когда я прихожу в какую-нибудь сауну, либо баню, и такой смотрю, такой, ага, вот это неправильно сделано. Так, датчик температуры не там, где нужно висит. Вот, ну ладно, печка нормальная. Ну, вот камни обычные, речные, сульфитные. Короче, пара здесь нормального не будет. Ой, да и вообще тут 110 градусов. Это не русская баня, это сауна. Нам зачем-то веники дали. Наверное, хотят, чтобы мы тут умерли, так скажем. Ну, в общем, из-за этого я редко хожу в банях. Вот. В основном хожу только если меня там друзья позовут. Как правило, друзья себе хорошую баню строят. Любимое блюдо из говядины? Ммм, стейк, пульгоги, хе. Любимое блюдо из свинины? О, сам гёпсаль. Любимое блюдо из грибов? Слушайте, я вот не специалист по грибам, но я помню, что отец, когда раньше ездил там на охоту, он регулярно привозил с собой еще и грибы. И мама из них что-то там готовила. И мне очень нравилось. Ну, вообще, из тех грибов, что я знаю, мне очень нравятся опята. Мне очень нравятся шиитаки и шампиньоны. Ну, шампиньоны я ем только тогда, когда нет шиитаки. Что посоветуешь приготовить на день рождения парня? Что-нибудь мясное. Хороший стейк. О, либо шашлык. Обязательно стаканчик виски, либо коньячок. Ну, можно, кстати, красное вино. Ну, и приправить это все своей приятной компанией. Следующий вопрос. Любимый коктейль на лето? Милки со льдом. Пальцы не устают играть или уже привык? Наверное, привык. Но вообще, чтобы вы понимали, когда играешь на гитаре, устают не пальцы, а именно полностью руки. Чем на кухне пользуешься чаще? Вообще, наверное, воком. У меня вок вообще заменяет все. И кастрюлю, и яичницу я в нем жарю, и рамен варю в нем. Короче, вот воком я вообще все делаю. Нравятся настолки? Какие? Вот, кстати, настольные игры я вообще не люблю. Ну, то есть, я иногда играю в них, в компании это весело, но, блин, мне не нравится. Во-первых, времени очень много отнимает, а во-вторых, все время этих настолок очень много, и все время меня бесит, что надо очень долго и нудно объяснять правила игры. На это еще очень много времени уходит. Поэтому я настолки не люблю. Так, ну и последний вопрос от Ольги. Любишь спорт какой? Я обожаю хоккей. Вот вообще жить без него не могу. Это, наверное, самый, на мой взгляд, лучший командный вид спорта. Болею я, кстати, за хабаровский амур. Следующий вопрос от Эновы Шотти. Здравствуйте, Денис, расскажите о своей любимой музыке. Что вам нравится, какие исполнители или группы вдохновляют вас? Какие жанры вы предпочитаете? Ну, вообще, я предпочитаю рок-музыку. Люблю и тяжелую музыку, и легенькую музыку. Я вообще, на самом деле, в плане музыки всеядный, поэтому могу и хип-хоп послушать, кей-поп мне нравится. Вот, а любимые группы у меня это Motorhead, Pantera, Slayer. Также мне нравятся ACDC, Metallica. Вообще, на самом деле, много всяких исполнителей. Но предпочтение я всегда отдаю именно рок-музыке. Собственно, и поэтому я и, собственно, рок и играю. И Елена Проничева задает вопрос. Доброе время суток. Ты классно играешь на гитаре, что вполне логично, это твоя работа. Но у меня вопрос. Ты играешь классику, как, например, Виктор Зинчук или Ванесса Мэй? Классику, как Зинчук и Ванесса Мэй, я не исполняю. Я со своей группой стараюсь писать именно свои собственные песни. Но у меня есть, кстати, проект с нашим местным оркестром камерной музыки Гория. И мы с ними выступаем в нашей Хабаровской краевой филармонии. И играем там мировые хиты рока в классической обработке. Вот. Если вы живете в Хабаровске, то обязательно посетите наш концерт. Я уверен, вам понравится. Рок очень классно звучит в классической аранжировке. Андрей Деймунд. Денис, какие основные технологические приемы корейской кухни самые ценные? Какой набор специй минимально необходимый? Как правильно хранить кимчи, чтобы не пропах весь холодильник? И какие лайфхаки еще могут быть полезны? Кулинарный курс, ребята. Судя по всему, нужен кулинарный курс. Правильно я понимаю? Ну, вообще, на самом деле, технологические приемы, ну, я, если честно, не знаю. Сложный вопрос. Ну, вот, например, в азиатской кухне, не только в корейской вообще, в целом азиатской, не боятся глутамат натрия. Вот. Я не знаю, почему все боятся глутамат натрия. Его прям демонизируют очень жестко. Не боятся сахара. Понятное дело, что сахар в большом количестве это вред. Но, знаете, можно и воды очень много выпить и умереть. Так что все надо в меру есть. Набор специй минимально необходимый. Ну, это, не знаю, например, приправа дашида, все три вида соевых паст, соевый соус обязательно, кунжутное масло, чеснок, красный перец, естественно, качукару. А, еще луксус, конечно, обязательно. Без луксуса вообще никуда. А как хранить кимчи, чтобы не пропах весь холодильник? Вообще, на самом деле, просто его надо хранить в герметичном контейнере. Если у тебя его нет, просто купи плотный герметичный контейнер, и все, и храни его спокойно. Но вообще, в корейских семьях обычно хранят кимчи в отдельных холодильниках. Поэтому, ну, мы просто его делаем очень много, целую ванну, грубо говоря. И поэтому проще его держать в отдельной большой холодильной емкости. Следующий вопрос от Этнозвук, клуб любителей этнических музыкальных инструментов. Приветствую, расскажи про свои ножи с Алиэкспресс. Стоит ли брать? Еще интересно было бы знать про твою разделочную доску, доску, откуда заказывал. Про ножи, которыми я пользуюсь, будет отдельное видео, я уже говорил об этом. Стоит ли брать? Ну, я скажу так. Полерну, наверное, стоит. Они ничем не хуже тех ножов, что продаются в магазинах, но местами даже, наверное, лучше. Про доски, наверное, тоже расскажу в этом видео. Но у меня все доски от моих друзей, от ребят из мастерской. Идея есть. Я оставлю ссылочку на них в описании под роликом. Можете зайти к ним, заказать у них. Мы с ними проводили конкурс, если вы помните. Разыгрывали три доски в виде котиков. Вот. Кстати, про котик. У меня там чесночок сейчас лежит, спит. Чеснок. Ладно, спи. Не буду ее тревожить. Так, эскиз супер. День добрый. Как относитесь к пропаренному рису? Я прекрасно к нему отношусь. Иногда даже готовлюсь с ним. Вообще считается, что он полезный, потому что из-за того, что он обработан паром, в нем содержится меньше крахмала, соответственно, гликемический индекс у него ниже, чем у обычного риса. И, соответственно, он уже близок к так называемым медленным углеводам. Ну и, кстати говоря, многие готовят с ним плов. Благодаря этому плов получается рассыпчатым, как многие любят. Вот имейте в виду, если хотите рассыпчатый плов, готовьте с пропаренным рисом. Сейчас наверняка специалисты по плову напишут, что не готовьте с ним, это полная фигня. Покупайте настоящий ферганский там или еще какой-нибудь рис. Ну, я не специалист по плову, поэтому, наверное, они правы. Но я знаю, что многие готовят, просто покупают рассыпчатый рис и у них... Ой, это пропаренный рис и у них плов всегда рассыпчатый. Дмитрий Железнов. Будет ли рубрика адаптация корейской кухни из типичных продуктов масс-маркета? Ой, ну я думаю, что обязательно будет, потому что очень часто я вижу комментарии из разряда ой, да что это за продукты? Такого в моей пятерочке нет. Вот. И поэтому обязательно будет, просто времени не хватает всем этим заняться. Я, например, планировал сделать видео о том, как приготовить неострый пи-бим-пап из доступных продуктов. Вообще, на самом деле, наверное, это даже будет правильней, потому что пи-бим-пап это такое, знаете, региональное и сезонное блюдо. То есть нет каких-то прям обязательных, так скажем, составляющих этого блюда, потому что если его готовят зимой, его готовят из таких вот ингредиентов, если его готовят летом, из таких. Поэтому если его готовят в России, значит, он должен быть немножко другим, потому что тут, например, нет там тех или иных растений или овощей. Короче, будет, обязательно этим займусь, но как будет время. Оксана Федишина. Интересно, как вы стали заниматься музыкой? Да легко и просто меня мама в детстве отдала в музыкальную школу. Ну как в детстве, я уже в школу ходил, по-моему, во втором классе я был. Поначалу не нравилось, я, как и любой ребенок, хотел гулять по улице, там, играть в футбол, бить бакуши, как говорится. Но в итоге я отучился на пианиста, в старших классах я полюбил рок-музыку, решил, что я хочу стать музыкантом. Рок-н-ролл меня окончательно совратил, и я, собственно, увлекся гитарой. Ну и когда был студентом, я играл в разных группах, пока не собрал свою собственную. Я поначалу играл такой достаточно тяжелый, жесткий металл, набрался опыта, так скажем, в том числе и опыта выступлений, а потом как-то, как-то внезапно появились в моей жизни старкиллеры, и, собственно, с ними у меня и пошел, так скажем, карьерный рост. Ну это если так, прям вкратце. На данный момент мы постоянно гастролируем, записываем альбомы, снимаем клипы. Ссылочка на мою группу будет в описании под роликом, если кому вдруг интересно. Если вы любите рок-музык, обязательно послушайте. Там будет ссылочка и на альбомы, и на клипы, на наш YouTube-канал. Но вообще история на самом деле долгая и интересная, поэтому я не знаю, будет ли когда-нибудь об этом история или нет, будет ли она, вообще уместно ли она на этом канале. Но раз вы задаете вопросы, видать интересно. Так, ну и наконец последний вопрос от Ивана Мирошникова. Приветствую, Денис. Моя прекрасная половина безумно обожает уничтожать приготовленные мною по твоим рецептам блюда. Стоит мне зайти на кухню, как сразу же чувствую ее хищный взгляд и сокрытый за ним немой вопрос. Когда ты приготовишь пинце? Денис, когда я побалую карапу за пинцем? Повезло твоей половинке, конечно же, что ты любишь готовить еще и по моим рецептам. Но вообще рецепт пинце уже есть на канале, он называется пигоди, потому что в моей семье это всегда называли пигоди. Про название пинце я уже узнал намного позже. Мне очень приятно, что ты готовишь по моим рецептам. Ну и думаю, если ты это делаешь регулярно, то наверняка уже накормил, как ты сказал, своего карапуза этой вкусняшкой. Ну вот и все, друзья. Я ответил на все ваши вопросы. Было очень интересно и увлекательно. Я думаю, нам надо чаще с вами это делать, поэтому следите за обновлениями на канале. Я время от времени буду публиковать посты, где вы сможете в комментариях задать все интересующие вас вопросы, ну а я, соответственно, на них ответить. Также я думаю, что в ближайшем времени мы проведем с вами прямой эфир, где сможем пообщаться напрямую в режиме реального времени, поэтому следите за анонсами, я обязательно о нем оповещу заранее. Ну и спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Если хотите поддержать меня, то ссылочка на донаты есть в описании под роликом, ну либо можете стать моим спонсором на платформе Boosty. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока!